О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, И опыт сын ошибок трудных, И гений парадоксов друг. Александр Сергеевич Пушкин Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день! Сегодняшнюю передачу, очевидно, невероятную, мы хотим посвятить инженеру, представителю самой массовой профессии среди технической нашей интеллигенции. У этого разговора много сторон. Мы будем говорить о технической, научной стороне этого дела, о социальных проблемах, с которыми сейчас сталкивается инженер, реализуя достижения техники в обществе, где промышленность, наш технический потенциал, занимает все больше и больше места. Но начать этот разговор мне хотелось бы, может быть, со стороны науки, со стороны нашей технической науки. И для этого мы пригласили в студию вице-президента Академии наук, академика Евгения Павловича Берехова, который уже как-то выступал в наших передачах, и директор Института машиноведения имени Благонравова и заведующего кафедры Московского высшего технического училища имени Баумана, член-корреспондента Академии наук Константин Васильевича Фролова. Вот вместе с ними обсудить, какие функции сейчас исполняет инженер в нашем обществе, его работа связана с разработкой, производством и дальнейшей эксплуатацией сложной современной техники. Как изменилось, быть может, положение инженера в нашем обществе сейчас, в тот момент, я бы сказал, исключительно интенсивного развития техники, как это отражается на подготовке и образовании. Быть может, мы начали бы с того, на каких традициях основана советская инженерная область? Я хочу, прежде всего, сказать, что само по себе обсуждение вопроса об инженере в передаче «Очевидное и невероятное» является, мне кажется, символическим, потому что задача инженера — это превращать невероятное в очевидное. При этом на него накладывается еще одно условие, в котором он действует в несколько более трудных условиях, чем ученый. Условия, связанные с тем, что он должен всегда дело закончить продуктом, всегда закончить каким-то определенным прибором или определенным изделием и закончить положительно. И это требует от него учет огромного количества факторов, кроме чисто научных факторов, кроме производственных, экономические факторы и даже иногда социальные факторы. В общем, так сказать, это очень много, критериальный и очень сложный с этой точки зрения подход. КОНЕЦ КОНЕЦ В древнем студенческом гимне Гаудиамус Иритур есть замечательные слова. «Пусть мечтатель и студент смело входят в сад легенд силам тьмы на горе». Полтора-ста лет назад на горе силам тьмы отправились в отечественную науку и производство первые выпускники высшего технического училища. Организовано оно было в связи с любопытным царским указом. В пятый день октября года 1826-го императрица Мария Федоровна высочайше повелеться изволила учредить вне воспитательного дома большие мастерские для разных ремесел, чтобы уже впредь не отдавать питомцев в учение к вольным мастерам, где они лишены надлежащего за их нравственностью надзора. Пожаловать Московскому воспитательному дому «Каменные корпуса», оставшиеся после пожара 1812-го года от бывшего Слободского дворца. «Так бывший дворец Вельможи стал дворцом науки», говорит заведующий кафедрой МВТУ дважды герой социалистического труда академик Владимир Николаевич Челомей. Это Московское техническое училище тогда составляло всего лишь 400 человек, было два-три десятка преподавателей и профессоров, а библиотека, вот я прочитал из старинного отчета 70-го, 71-го года, составляла всего лишь 5-6 тысяч томов. Ну, если взять 24 тысячи студентов, 1900 преподавателей и профессоров, ну, если взять, что 2 миллиона составляет библиотека МВТУ, разница существенная. Правда, могут сказать и 150 лет, немало, и 100. Тем не менее, МВТУ в огромной степени отражает развитие науки и техники в нашей стране. Говоря о том, что происходило 150 лет тому назад, я должен отметить в высшей степени характерные обстоятельства для МВТУ. Этим обстоятельством является то, что ученый совет МВТУ, преподавательско-профессорский состав, был в высшей степени всегда на высоком уровне. Вот я вам могу сказать то, что, может быть, и не всегда удастся прочесть, что в 70-м, в 71-м году, это почти 100 лет тому назад, почетным членом, ученого совета был никто иной, как Пафнутия Львой Чебышев. Чебышев — глава Ленинградской школы математиков и механиков, фигура неповторимая в своем плане, воспитавшая таких великих людей, какими являются, например, в частности, Люкунов, Стеклов. В то же время состоял, между прочим, членом, уже действующим, не только, так сказать, почетным, хотя, между прочим, Чебышев и писал научные работы в МВТУ о центробежном регуляторе, о зубчатых зацеплениях. Это классические работы. Тем не менее, действующим педагогом был никто иной, как Николай Егорович Жуковский. Он был приват-доцентом и считал курс математики в МВТУ. Как видите, это вот сто лет тому назад было. Ну, что я должен сказать, что Жуковский проработал в МВТУ до конца своих дней, до 1921 года. Жуковский. Интересная такая историческая деталь. Жуковский был избран, если мне не изменяет память, в 1894 году членом корреспондента Петербургской Академии Наук. А в 1900-м он должен был баллотироваться действительным членом Академии Наук. Однако, в связи с тем, что при избрании Жуковскому надо было переехать в Петербург и бросить с этим педагогическую деятельность в МВТУ, он снял свою кандидатуру от баллотирования действительной члены Академии Наук. Причем, надо сказать, что с самого начала, конечно, все крупнейшие, многие почти, может быть, даже почти все крупнейшие наши ученые так или иначе были инженерами. И все наши крупнейшие инженеры решали многие очень научные задачи, так что иногда очень трудно отделить инженера от крупного ученого. Но возьмите вот того же самого Менделеева. Человек, который бесспорно многое сделал в самой фундаментальной науке. Таблица Менделеева и многое другое. Но в то же время его работы по газификации угля, по переработке нефти, он был пионером в этой области, даже по развитию промышленности в широком плане, вплоть до создания теории тарифов таможенных и так далее. Все это показывает, что в нем его именно такое совершенно практическое отношение и очень ответственное отношение к решению самых насущных практических задач развития промышленности. Шухов, великолепный инженер, но в решении своих инженерных проблем он всегда решал крупные научные проблемы. Крылов, замечательный математик, который в то же время был создателем теории кораблестроения. Дальше вы можете Бардин, металлург, технолог, крупный ученый, организатор. В общем, надо сказать, что традиционно крупные ученые всегда старались свои идеи, так сказать, довести до практического внедрения, до окончательного дела, как говорится. И поэтому в этом отношении всегда были крупными инженерами. Эта фотография Владимира Григорьевича Шухова сделана в 1876 году. Блестяще закончив Московское техническое училище, он переехал в Баку, город сонный, изнывающий от жары. Что увидел здесь молодой инженер? Нефть, нефть, нефть. Одним она приносила сказочные богатства, других едва кормила. Ужасающие условия труда рабочих, техническая отсталость промыслов, нефть добывали в колодцах, по канавам ее отводили в земляные ямы, хранилища. Как воду или вино, ее перевозили в кувшинах, бурдюках, бочках. На берегу моря черное золото ожидали парусники, баркасы, целые плотилии. Сколько инженерных идей родилось тогда у Шухова. Фонтанирующие скважины подсказали принцип эрлифтного метода. Воздух закачивался в нефтяносный пласт, вытесняя оттуда жидкое топливо. Вместо земляных амбаров Владимир Григорьевич начал строить стальные резервуары. Их конструкция оказалась настолько простой и экономичной, что буквально за несколько лет десятки тысяч таких емкостей поднялось по всей России. Там, где по залитой нефтью земле тянулись к морю караваны верблюдов, был проложен первый нефтепровод. А для доставки нефти водным путем перешли к монтажу цельнометаллических наливных судов самых крупных в мире. Шухов преобразил всю технику нефтяного дела, добычу, хранение и транспортировку сырья. А вот этот проект заслуживает особого внимания. Он раскрывает принцип дробной перегонки нефти, или, говоря современным языком, крекинг-процесса. Перед вами подлинный чертеж Владимира Григорьевича. Открытие мирового класса. Вот здесь лежат некоторые из многочисленных патентов Владимира Григорьевича Шухова. Они на самые разные темы. И интересно, что в числе этих патентов есть и такие, которые он взял вместе с своими коллегами. Вот, например, патент, он раньше назывался «Привилегий» на имя Владимира Шухова и его коллеги Сергея Гаврилова. Владимир Григорьевич первый понял, что инженерный труд должен быть коллективом. И он создал в России первое конструкторское бюро. Имя Шухова связано и с этим проектом. Радиостанция имени Коминтерна. Это был первый проект Шухова, реализованный при советской власти. Маяк нового мира посылал свои радиолучи всей планете. Они несли людям правду о первом государстве, строящем социализм. о борьбе с неграмотностью, о борьбе с разрухой. В этой титанической работе активно участвовал инженер Шухов. Он предложил скоростной метод восстановления мостов. Буквально через 2-3 месяца пролеты ложились на опоры и открывалось движение поездов. Каждый день был насыщен яркими событиями. Вступила в строй Шатурская электростанция, первенец ленинского плана Гойл-Ро. Ее сердце, паровой котел, конструировал Шухов. Вместе с народом он притворял в жизнь план индустриализации, план первой пятилетки. На крупнейшей стройке первой пятилетки в Кузнецком металлургическом комбинате был пущен цех, спроектированный Шуховым. 1932 год. Владимиру Григорьевичу 80 лет. Лучшим подарком юбиляру был пуск завода советский крекинг, проект которого создавался под его руководством. В этот день академик Шухов встал к штурвалу и начал наладку аппаратуры. Какое удивительное совпадение именно здесь, в Баку, начинал он путь инженера. На первом этапе советская инженерия должна была решать целый ряд проблем, связанных просто с созданием промышленности в молодом советском государстве. С обеспечением государства собственными ресурсами. Дальше вы знаете план Гойл-Ро, на основе которого возникла энергетическая школа. Энергетическая школа, которая сейчас завершается такими успехами, как созданием одной из, я бы сказал, сегодня самой передовой атомной промышленности энергетической. Такой атомной промышленности, которая обеспечивает и создание атомных ледоколов, атомного флота, решающего крупнейшие народно-хозяйственные проблемы, промышленности, которая обеспечивает, которая сегодня является передовой в области высоковольтных линий передач, в области создания мощных и надежных генераторов, электрогенераторов, турбогенераторов и гидрогенераторов. В общем, в целом ряде отраслей энергетической техники, парогенераторов и теплотехники, МГД-генераторов и так далее. Ну, наконец, даже надо сказать, что и в перспективе токамак, это русское слово, не очень может быть удачное, оно стало столь же замечательным, как и знаменитым, как спутник, так сказать. Весь мир сейчас рассчитывает получить термоядную реакцию прежде всего на токамаках. Так что вы видите, что здесь вот из русской энергетической школы развилось целое мирового значения промышленность, энергетическая промышленность, в том числе и атомная промышленность. Стояли задачи создания авиационной промышленности, мы обладаем одной из самых мощных в мире авиационных промышленностей. Космическая промышленность, вместе с научной основой, которая опять имеет свои корни в Жаковском, Чаплыгине, математики, заложена русскими учеными и советскими инженерами в области авиационной техники. Это очень ведь важно. Огромные традиции имеют всегда, имели всегда, имеют инженеры-путейцы. Они тоже восходят к истории России, когда строились первые железные дороги. И сейчас Советский Союз обладает одной из самых мощных железнодорожных сетей в мире, несмотря на все проблемы, которые с ней сейчас связаны, известные нам. Поэтому, нужно сказать, что на русский инженер, советский инженер решили огромные по масштабу задачи в очень короткое время. Мы перечислили только малую часть из них. При этом был создан, так сказать, корпус инженеров, обладающий своими традициями, своим накопленным огромной информацией и опытом. Корпус, который сейчас является, вероятно, самым мощным в мире по составу. Да, но вместе с этим давайте смотреть на то, что сейчас, быть может, как никогда раньше, остро стоит вопрос о том, как нам полноценно и эффективно использовать. Да. Этот корпус. Этот корпус. Техника делается все сложнее и сложнее без образованных инженерных кадров. Ее невозможно эксплуатировать, невозможно довести до конкретной пользы, что бы это ни было. Современное медицинское оборудование, средства транспорта, связи. То есть, вы хотите сказать о такой широкой эрудиции, широком образовании, уже о подготовке инженера по существу. Даже не о подготовке, а о том, что вот эта функция эксплуатации техники тоже очень важная и очень достойная и очень нужная часть инженерного творчества. Мы, по-моему, не должны выпускать еще из вида одно обстоятельство, что инженер в процессе создания какого-то определенного объекта часто очень преодолевает очень много и чисто научных проблем, решает научные задачи. Очень часто получается так, что нельзя ведь создать науку на все случаи жизни. Это нереально и непрактично. Поэтому очень часто бывает, что в процессе разработки какого-то нового направления, достаточно узкого, инженерного, возникает совершенно новая наука. И очень часто эта наука становится делом рук так называемых инженеров. Хотя она по всем, так сказать, канонам и по всем достижениям вполне находится на уровне самой передовой науки. Так, например, возникало, в значительной степени возникало целый ряд глав физики твердого тела. Даже помню, что классический эксперимент в квантовой механике возникали из инженерных проблем. Например, эксперимент по дифракции электронов. Но, надо сказать, что такая наука как физика плазмы, она тоже возникла из, в общем, инженерно поставленной задачи. Задачи создания реактора, управляемого термоэдом синтезом. То есть решение практической задачи. То есть решение вполне практической задачи. Я бы хотел сказать, что в Советском Союзе сделано огромный шаг вперед, так сказать, в развитии всего человеческого общества в том смысле, что мы имеем одну из самых мощных в мире работающих вместе, так сказать, групп или армий ученых и инженеров. Да, мы смогли создать свои организационные, может быть, обусловленные именно структуры социалистического общества, систему науки и техники. С самого начала ведь принимались меры к тому, чтобы и ученые, инженеры работали в очень тесном контакте, чтобы практическая и фундаментальная наука работала в очень тесном контакте. Какие конкретные примеры вы могли бы назвать? Я бы хотел начать с того, что созданы были совершенно новые формы и современные формы работы. Наука это Академия Наук. Академия Наук в Советском Союзе отличается очень сильно от любой Академии Наук на Западе, которая в значительной степени представляет собой некое общество, научное общество. А Академия Наук в Советском Союзе является организацией, которая является штабом науки, руководит развитием науки, реально осуществляет развитие как науки фундаментальных исследований, так и внедрение фундаментальных исследований в практику. Имеет очень тесный контакт со всеми практическими отраслями и промышленностью в Советском Союзе. И наравне с созданием академических институтов, институтов, которые работают в промышленности, большим достижением является создание специальных и отдельных конструкторских бюро. Это коллективы, которые, в общем, по силе своей творческой и по ценности для нашего общества вполне, так сказать, на уровне. Мы знаем такие прекрасные коллективы, как, например, коллектив Туполева, конструкторское бюро, которое является передовым в области авиастроения и целый ряд других авиационных конструкторских бюро, Яковлево конструкторское бюро, авиационные. В электрофизической промышленности? Мы знаем, да, конечно, в электрофизической промышленности это электросила, целые, очень традиционные. Это вот коллектив, возглавляемый академиком Целиковым, Александром Ивановичем. Это очень крупное объединение такое, которое объединяет и конструкторское бюро, и исследовательские лаборатории. Очень интересный комплекс такой, да. КОНЕЦ 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 Мне хотелось быть конструктором в области авиации. Я так и начал учиться в этой области, но затем я попал на практику на трубный завод имени Ленина в Днепропетровске, и там познакомился с производством бесшовных труб, и вот эта вот отрасль производства меня крайне, так сказать, увлекла. Увлекла, во-первых, так сказать, необычностью технологии, Затем меня очень, так сказать, поразило трудное, так сказать, условие рабочих на металлургических заводах, и я так понял, что если я хочу быть конструктором, то надо все же, так сказать, посвятить себя именно вот этой проблеме. Мне часто говорили, ну, как же так выбросили авиацию? Все-таки авиация это поэзия, а конструирование наземных машин это проза. Но когда вот мы начали конструировать прокатные станы с полной, так сказать, механизация, автоматизация рабочих циклов, цикла, я понял, что если поэзия авиации, опроза наземной машины, то конструирование, так сказать, крупных металлургических агрегатов, это есть симфония. И в этом, вероятно, вы убедились, когда вы делали, так сказать, съемку вот этого замечательного стана 30102 на Первом Уральском заботе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одна из главных задач, которая стояла перед, так сказать, всем инженерным корпусом, перед всеми нашими инженерами, это было действительно экстенсивное развитие, потому что нужно было заполнить все правильно, дать самостоятельное развитие всех направлений в очень короткий промежуток времени. Как в области промышленности производящей и обрабатывающей, так в области добывающей промышленности создать свои собственные технологии, на базе которых мы развиваем. Становость и безвременные экономики. Теперь время изменилось. С одной стороны, задачи остаются теми же, динамичное развитие всего общества, динамичное развитие народного хозяйства. С другой стороны, ограничены наши ресурсы, ресурсы как минеральные, ресурсы энергетические, ресурсы, в конце концов, производственные, ограничены трудовые ресурсы. Поэтому действительно уже в течение как мы знаем двух периодов 24-25 съезд партии ставят задачу о том, чтобы о таком коренном изменении и не временном, а постоянном изменении переходе к интенсивному развитию научно-технического прогресса. Эта задача является сейчас очень важной, она стоит прежде всего перед инженерами. качеством наших инженеров. Поэтому я думаю, что здесь есть вот такая объективная причина. Наступил новый этап, и к этому новому этапу должно перестроиться в общем очень крупная социальная прослойка нашего общества, начиная с образования, кончая переподготовка инженеров, наконец, все организационные формы их работы в конструкторских бюро, на производстве, в заводских лабораториях. Вся эта система должна перестроиться под новые задачи. Эта перестройка начинается? Наверное, да. Тут, наверное, вот есть много проблем, которые должна решить высшая школа в ближайшие годы. Все-таки главное то, что мы должны готовить инженера с планированием, скажем, то, что будет через пять лет. Потому что, как известно, он пять лет учится. А иногда за эти пять лет, пока и учат старые технологии, она уже пять раз изменилась. И вот чрезвычайно важно здесь разработать и новые некоторые курсы, и некоторые стратегические такие программы по машинам будущего, по машинам будущих поколений. А, кстати, машиностроение, как бы мы ни называли наш технический век атомом, веком атома, веком космоса, все-таки машиностроение определяет технические прогрессы. Вот здесь очень важно посмотреть, что будет через 10, 15, 20 лет. Какие у нас будут машины, какие будут двигатели и какова будет роль инженера? Очень важно здесь вот переориентировать его в области электроники, автоматики, робототехнических систем. На сегодня уже очень многие роботы, как известно, построенные руками инженера, трудятся очень успешно и освобождают от тяжелого физического труда сотни тысяч людей. А вместе систем все-таки вот такой четкой программы специальных курсов пока еще не созданы. Вот мне кажется, здесь очень важно такую разработать схему. Мы как эксперимент сейчас, вот, и вы, Евгений Павлович, знаете об этом, проводим такую систему подготовки вуз, НИИ, производства, чтобы инженер будущий, уже работая над курсовым проектом, выполняя лабораторные задания, он бы работал в передовых научно-исследовательских конститутах, он бы пользовался наиболее совершенным опытом, самым современным оборудованием, самыми последними достижениями, и чтобы его темы дипломных проектов были бы конкретны и реальны, и чтобы это было связано с производством, тогда и вопрос вот этого внедрения, этой органической связи, его роль, место будут определены. Вот мы сейчас вместе с МВТУ имени Баумана, вот институтом машиноведения и заводом имени Лихачева планируем создать вот такую замкнутую схему подготовки инженера. Мне кажется, что вот для будущего надо идти по такому пути, и, конечно, надо думать о том, как поднять, вы совершенно правильно ставите вопрос, вот общую культуру, не только общетехническую, а общую культуру инженера, поскольку его функции чрезвычайно широкиваться в новых условиях. А вот сейчас получается, что такой, например, прославленный московский вуз, как МВТУ, мы не получаем полного конкурса. И некоторые факультеты число заявлений даже меньше числа вакансий, а в среднем, по-моему, поэтому вузу конкурс не достигает и двух студентов на одно место. Как при этом мы можем отбирать наиболее талантливую молодежь? Я думаю, что тут проблема тоже связана с переходом от экстенсивного к такому интенсивному развитию. Потому что, конечно, есть у нас прекрасные примеры. Был и в истории развития русской технической мысли и в наше время, когда в школах отдельных ученых, такие школы мы можем, какая-нибудь школа Шухова, например, или школа Жуковского, школа Бардина, школа Алексея Николаевича Крылова по кораблестроению. Когда все три процесса, непосредственное производство, инженерная работа, процесс научных исследований и преподаваний были объединены в одной школе, в одном вузе, одной личности. Сейчас ситуация очень сложная, потому что, в общем, путь от научной идеи до ее массового использования оказывается довольно сложным. При этом прогресс очень быстрый. И все эти процессы, новые технологии, новые конструкторские решения, новая наука, которая создается при этом, она уже не успевает попадать в вузы. Потому что, в общем, в значительной степени вузы обучают... Вопрос о конкурсах. Как сделать так, чтобы самые талантливые молодые люди стали бы инженерами? Я думаю, что это, прежде всего, зависит от того, насколько мы хорошо организовали процесс преподавания в вузе. Потому что, если... Вот я думаю, вы правы. Если школьник, кончающий школу, знает, что он будет делать, что его ждет, передовую науку, передовую технику, это всегда будет его привлекать. Он не пожалеет сил. Но надо сказать, что, наверное, много еще и у нас все-таки таких архаических форм. Конечно, наверное, хороший инженер должен быть хорошим конструктором. Он должен читать чертежи, уметь их выполнять. Но все-таки мы не готовим иногда из инженера просто копировщика или чертежника. А он в том же МВТУ столько тратит труда, сил и времени. Тем более, что в будущем, наверное, эту работу и уже сейчас будут выполнять ЭВМ, как мы знаем. Вот методы машинного проектирования. ему нужно осваивать вот эту часть программ. Наверное, требуется очень скорректировать. Кстати, много и вопросов таких, которые традиционно преподаются. Сопротивление материалов, теория машиномеханизмов. Кстати, такие постулаты, которые на сегодня уже они неприемлемы, скажем, абсолютно жесткие тела, когда мы знаем, что все деформируется, когда мы знаем, что вопросы проектирования ведутся поэтапно с использованием ЭВМ. И эти курсы требуют нового подхода и пересмотра. Вопросы динамики. Динамика, динамика должна быть вот во главе угла. Это вопросы ударов, вопросы вибраций, вопросы деформирования, вопросы прочности. В конце концов, реализация конструкций, которые выполняет инженер от атомного реактора до самолета и других современных видов техники, все-таки определяются прочностью. Но мы должны при этом думать, как использовать новые материалы. У нас много здесь ведь достижений. Как сделать так, чтобы эта конструкция была бы металлоемкой? Вот эти новые подходы, новые методы, они созданы, ими наука устойчиво располагает, тем не менее, в курсах, которые слушают студенты. Увы, это пока спрятано для будущего инженера. Поэтому я считаю, что это огромная проблема, которую требуется решать и высшей школе, и академии наук совместно в соответствии с последними решениями и работой в этом направлении. Вот здесь, по-моему, очень важный вопрос. Вопрос о том, в какой степени мы модернизируем вслед за развитием нашего, нашей промышленности, нашей экономики систему преподавания. Не секрет, что та система преподавания, которая сейчас работает, которая успешно производит наши инженерные кадры, она сложилась и оформилась, ее такие педагогические, организационные принципы были заложены в 30-х годах. Эти традиции сохраняются по себе. Они очень прочно сохраняются, но не работают ли они сегодня против нас? Ну вот... Когда, понимаете, нам нужно именно говорить о качестве, а не количественном росте. Вот, наверное, работают, но не всегда на нас. Я считаю, что вот есть много таких практических примеров, например, когда мы говорим о лабораторном практикуме, о выполнении первого курсового проекта. Кстати, когда студент первое делает курсовой проект, то он сталкивается с такой сложностью, что оказывается неизвестных больше, чем уравнений, а его обычно учат, что задача решается, да, решается только в том случае, когда число неизвестных равно числу уравнений, а у него нет опыта, и вот этот опыт он должен получить от своего опытного педагога, преподавателя. У нас профессор обычно читает лекцию потоку в 100-150 человек, а практические занятия, лабораторные работы, вот курсовое проектирование ведут молодые люди, ассистенты, еще не имеющие этого опыта. Конечно, это не везде так, есть много хороших примеров, но вот здесь очень важно, чтобы инженер, получая инженерное современное образование, с учетом вот того, что говорил Евгений Павлович, то есть вот осваивая машинное проектирование, мог бы работать под руководством самых опытных, самых крупных ученых, самых опытных наших конструкторов. И вот, конечно, на сегодня ведь все-таки положение такое с машиностроением, скажем, мы не можем проектировать на сегодня машину просто по интуиции, вот задаваться этими неизвестными. Оказывается, нужно учесть очень много факторов сразу, часто противоречивых, или, как говорят, антагонистических, скажем, металлоемкость и прочность, виброустойчивость, стоимость, вопросы эксплуатации, того же ремонта, как вот эти все критерии можно учесть одному конструктору, генеральному конструктору, главному конструктору, рядовому конструктору. Оказывается, здесь только может помочь ему ЭВМ, чтобы провести такое оптимальное проектирование. Вот в этом диалоге человек-машина, вот, конечно, такие методы надо, чтобы наши студенты четко бы изучали в будущем еще вот на школьной скамье. Увы, на сегодня получается иначе. Эти методы они осваивают после окончания высших учебных заведений, конструкторских бюро на производстве, они как бы переучиваются. Вот здесь надо как-то преодолеть, мне кажется, вот этот барьер. Один из путей такого преодоления, конечно, переподготовка. Мы столкнулись в свое время с такой проблемой. Возникла потребность в большом количестве инженерных кадров для Атоммаша. Знаете, что такой гигантский завод, завод 21 века, как его называют, сейчас начал функционировать на юге страны, и он должен обеспечивать атомную энергетику и развитие. Очень быстро набирался коллектив, а инженеры, которые там приходили, сейчас в это время не готовились практически по специальности атомное машиностроение. Тогда этот вопрос был решен таким образом. Было собрано из ряда ведущих институтов, института атомной энергии, из ЦНИ проекциональной конструкции, из ЦНИ МАШа, и вот в НИИ МАШа, в общем, целых основных институтов, головных отраслей. Итейных центров этой промышленности. Были собраны лучшие инженеры, ученые, которые прочитали живые ученики курсы челночным образом в командировках на этот завод, прямо на заводе, с тем, чтобы подготовить. Это была уже такая конкретная подготовка. Конкретная, но это, я думаю, был один из лучших курсов в области атомного машиностроения, может, даже уникальный курс. Это лаборатория атомной энергетики. И руководит ею заведующий кафедрой факультета энергомашиностроения герой социалистического труда академик Николай Антонович Долежаль, конструктор первого советского реактора в Обнинске. Было очевидно необходимо выпускать таких инженеров, которые были бы хорошо образованы в фундаментальных дисциплинах физики. Знали бы и были хорошо математически образованы, знали бы соответствующие разделы математики, умели бы хорошо обращаться с учислительной техникой. Это все только небольшое перечисление тех качеств, которыми нужно снабдить инженера, напускающего для работы в атомной промышленности. Но самое главное это то, что нужно было бы выпускать инженеров с конструкторским укладом, с хорошей конструкторской подготовкой. То есть молодежь, которая была бы заряжена духом творчества, духом созидания нового. надо сказать, что к 2000 году большую часть всей электроэнергии в европейской части нашей страны будут давать атомные станции. я начал работать в то время, когда в нашей аппаратуре мы использовали лампы. Затем появились транзисторы, а сейчас уже микроэлектронная схема. Технология в этой области изменилась полностью несколько раз только за одно поколение. Человек, который знаком только с лампами, трудно работать в новой электронике. То есть мы можем сказать, что это фундаментальные результаты. Мышление развивается современной физикой. Можем сказать, что обучая людей мы воздействуем на нашу промышленность. Другими словами, наука влияет на жизнь людей в современном обществе через систему образования. Если, конечно, это образование дается правильно. Я думаю, что самое главное, что необходимо людям, это знания. И обучение в университетах как раз предназначено для этого. Но хорошему инженеру нужно, помимо знаний, иметь еще и опыт. Приобретение опыта должно стать вторым элементом. но, к сожалению, во многих учебных центрах эти два элемента отделяются друг от друга. Там считают, что университеты должны давать только знания и ничего не делается, чтобы знания и опыт были бы тесно связаны в самом процессе обучения. и получается, что выпускники сами должны делать резкий скачок от теории к практике. То есть получается, что им приходится окунаться в реальный мир, а не вообще вступает в другой мир. Можем ли мы считать такие центры, как ЦЕРН, Дубна, своего рода школами развития современной инженерной науки? Да, они как раз являются такими местами, где развивается инженерная наука. Там делаются чрезвычайно сложные аппараты для использования в самых различных областях, будь то космические исследования, физика высоких энергий или астрономия. современная инженерия сегодняшнего дня. И лаборатории, в которых проводятся исследования, имеют самый лучший опыт в инженерной работе. Я думаю, что вам будет интересно узнать тот метод, по которому мы работаем. Когда мы работаем над каким-то большим проектом, например, ускорителем, то этот проект делится на компоненты, и каждая группа работает только над своим компонентом. компонентом. Значит ли это, что они специализируются в какой-то определенной области? Нет, это не так. Они могут работать над одним компонентом в одном проекте, над другим в другом проекте. Здесь важно то, что они умеют делать все и проектировать эту часть машины и все остальное. Они знают взаимосвязь с другими частями, они сами заключают контракты с промышленными предприятиями для изготовления этого компонента. Они наблюдают за процессом его изготовления, помогают этим предприятиям в изготовлении, они готовят материалы для этого компонента, а затем испытывают его. Они отвечают за монтаж. Таким образом, они проходят весь путь инженерной работы от изобретения и производства до монтажа испытаний и использования в работе. Я думаю, что такой способ работы дает нам возможность получить инженера с самыми разнообразными знаниями. Это очень важная мысль, так как в процессе специализации в какой-то узкой области у нас теряется чувство целого. Да, так как если, скажем, в одном месте будут сидеть люди, которые будут заниматься только конструированием, другом только производством, то они, конечно, приобретут большой опыт своей узкой области, но из них не получится разносторонних инженеров. Я думаю, что нам все-таки нужны разносторонние инженеры. Мне кажется, что метод, который используется в строительстве этих огромных машин, это очень хороший способ внедрения новых технологий. Конечно, мы постоянно работаем с промышленностью, с тысячами различных предприятий по всей Европе. Нам необходимы от этих предприятий компоненты наших машин, и поэтому технологии их создания немедленно внедряются в промышленность. Они не просто получают наши знания, они внедряют наши знания в производство. И таким образом появляется новая технология. В этом случае наука вводится в промышленность напрямую, без какого-то промежуточного звена. И это внедрение новой технологии происходит в очень большом размере, так как нам, например, требуются тысячи магнитов, а не один. Значит, это требует производства в больших масштабах. А какой эффект это имеет на европейскую промышленность? Вы можете назвать примеры? Конечно. Есть много примеров того, как вещи, которые мы разрабатывали в ЦЕРНИ, сейчас производится промышленность для различных промышленных целей. Конкретный пример, конечно, трудно вспомнить вот так сразу. Но вот может быть такое. У нас были большие трудности с транспортировкой очень больших магнитов в горизонтальной плоскости. мы не хотели, чтобы с ними что-нибудь случилось из-за транспортировки. Поэтому наши инженеры сконструировали транспортные средства, способные передвигать эти тяжелые магниты. Их вес достигал 60 тонн, и причем очень осторожно. Компания, которая выполняла наш заказ, да пошла еще дальше. Они стали выпускать на этой основе транспортные средства для передвижения крупных частей кораблей во время их сборки. Дело в том, что при сборке кораблей у них тоже до этого была похожая проблема. Эти части были очень громоздкими, а двигать их нужно было осторожно. Я не знаю, сколько сотен таких машин выпускает сейчас эта компания, но это очень наглядный пример. Или другой пример. Это боксерезон, который используется вместе с фиберогласом в электропроводке. он был получен и использовался первоначально в наших лабораториях, а теперь используется в генераторах во всем мире. Мне кажется, это очень важные такие примеры того, как современное исследование, которое должно использовать максимально, на что способна современная техника, вводится, может быть, известным риском в промышленность. Эта промышленность осваивает эту технику, несмотря на известный ее консерватизм. и затем, освоив ее, может уже использовать ее в самых различных направлениях. Мы иногда говорим о вопросах того, как внедряется современная наука и современные результаты фундаментальных исследований. Мне кажется, тот канал, на который указывает Адамс, такая тесная связь между исследовательскими организациями и промышленностью, которая реализуется через такой институт, как ЦЕРН, это есть очень интересный канал того, как внедряется современная наука в промышленность. Вопрос, который нас всегда интересует, и я думаю, что опыт других стран может быть для нас тоже интересен. Мне кажется, что хороший инженер, блестящий инженер, должен руководствоваться желанием создать что-то. Для меня понятие инженер-теоретик это какое-то противоречие. Он должен конструировать вещи. Одни инженеры создают автобусы для перевозки людей. У нас инженеры делают большие машины для проведения ядерных исследований. Все, что делается, должно иметь цель, полезность. Это и должно быть тем, чем руководствуется инженер. Желание или, если хотите, страсть конструировать машины. И еще одно. Вы как-то мне рассказывали о советском авиаконструкторе Туполеве. Я думаю, что... Да, этот человек произвел на меня очень большое впечатление. Я думаю, что самый великий инженеры не только стремятся создавать вещи, но еще думают об эстетике, о красоте этих вещей. Это лежит у них глубоко в подсознании. Это чувство отличает великого инженера от обычного. Это чувство возникает у них сразу. Для этого им достаточно просто посмотреть на предмет, чтобы определить, насколько он соответствует своей цели, или же это просто конструкция, состоящая из отдельных частей, собранных вместе. инженер должен руководствоваться мыслью о том, насколько полезны те вещи, которые он создает. Он должен создавать вещи, которые будут полезны для общества. Великие инженеры имеют это чувство, это понимание, что правильно, что приемлемо, что соответствует цели. Этот вывод я сделал на основе своих наблюдений в жизни. он развивал идеи межпланетных перелетов и эфирных поселений вне Земли. Межпланетных Субтитры создавал DimaTorzok «Основной мотив моей жизни, говорил Циолковский, сделать что-нибудь полезное для людей, не прожить даром жизни, протолкнуть человечество хоть немного вперед. Он исполнил это и умер светло. Над его могилой красноармейцы дали залп из винтовок. Прошло совсем немного лет, и этот салют в Калуге отозвался громом Байконура. во главе грандиозной программы освоения космоса встал человек, имя которого долгое время было главный конструктор. Сергей Палыч Королев. «Теперь это имя знает весь мир». Это он воплотил идеи, казавшейся фантастикой, в реальные конструкции, вдохнул жизнь в чертежи проектов. Он собрал вокруг себя талантливых инженеров, конструкторов, ученых, заразил их своей энергией, своей верой. «Теперь не верой». Прошу государственную комиссию одобрить наши предложения и разрешить нам приступить к подготовке кораблей спутников «Восток-3» и «Восток-4» к пуску. Космодром был частью его жизни, потому что здесь осуществлялось то, ради чего он жил. И эти отважные люди, которых он провожал безвестными, а встречал героями, были его семьей, частицей его жизни. «Восток-3» и «Восток-3» «Восток-3» и «Восток-3» до можно sınız для :)� those Streets « в